Ну вот и прошел год с тех пор как я выпустил последние видео. Колледж, уроки, практика. По полтора часа в день туда и обратно. Болеть так отвратно. Но организм не спрашивает, он заболевает. Метро меня медленно убивает. И рубль в облаках, и комп сломался, и карантин, и денег на конструктор нет. Сто тысяч бед в один момент. Закон подлости. Ох, да безумие знакомо. И да безумие невыносимо. Но думаю, пора. И в этот день, и в этот час я заявляю, что я воскресаю. Дай бог, хотя бы ненадолго. Здравствуйте, дорогие зрители. Я думаю, из этого стихотворения мы уже узнали, в чем причина настолько долгого отсутствия. Это видео получится долгим и разговорным. На фоне я буду перебирать в руках разные старые и не очень самоделки. Но читать буду по сценарию. Да, это будет выглядеть сухо и нудно, это будет видно, что это переозвучка. Но я думаю, что это будет все гораздо лучше, чем эээ и мммм, и тому подобное через каждую минуту. Все началось с того, что я побежал носиться с документами на поступление. Подал в три места на четыре направления. Это в ГИК, Царицынский техникум и Каид номер 20, куда в итоге и поступил. Хочу сказать, что это было довольно необычное место. Я не нашел нигде рекламы этого колледжа. Он не высвечивался нигде, ни в каких поисковиках по направлению и по специальности. И когда уже практически перед утверждением списков тех людей, которые на него поступят, я оказался на 48 месте в гонке аттестатов с своим-то 4,17 средним баллом. Бюджетных мест, слава богу, было 50, что, кстати, очень много. Потом уехал на дачу на три месяца. Редкое, кстати, везение. Давно уже не бывал на даче все три месяца лета. Все гораздо лучше, чем в Москве. Да, нет проводом интернета, да, отрезан от общества. Но, кстати, в последнем я, как социофоб, не особо нуждаюсь. Да и, в принципе, как-то никогда в нем особо сильно не нуждался. Я совсем не скучал, да и некогда было. Купили небольшую бутовочку, два с половиной на четыре метра. Я обустроил там студию. И несколько стеллажей с инструментами и самоделками. Да, московская студия теперь нервно курит в сторонке. Смотреть даже грустно. Ютится небольшой уголок по следе жилого помещения. Хотели с мамой купить электровелосипед, но бабушка хотела подарить мне вот эту вот бутовочку. И сказала, что на велик деньги не даст. Долго думав, на тот момент мне довольно сильно хотелось велосипед. Я согласился, но сразу сказал, что на конуру я не согласен, решительно настояв на хоромах уровня мини-домика. И все лето, все три месяца, я оттирал лего от грязи, пыли и паутины, в которой она погрязла за долгое время нахождение в беседке, которая насквозь продувается всеми ветрами, в которой обитают насекомые, членистоногие, в которые даже птицы залетают и делают свои дела. И, знаете, слава богу, я не купил электровелосипед. Все лето было холодным, и сидеть мыть лего в куртке и с обогревателем, параллельно слушая по ютубу всякую лютую дичь, было самое то. Коня я бы так и не смог погонять. Лето кончилось, наступила учеба. Каит номер 20 под разделение Моссовет, встретил меня и понеслось. Полтора часа на путь обратно, полтора часа на путь Тудра, метро Домодедово до театра Ромен, стоишь в толкучке в самый час пик, и да, по одной ветке, но все равно долго. Уезжаю в 7 утра, возвращаюсь в 6 вечера. Собственно, с таким расписанием было не до видео. Да, первые полгода было много практических работ, ими были забиты все выходные. Даже на них было не до видео. Всю субботу отсыпался, все воскресенье носился, как горелый. Да и как-то темы не было. Конструктор смог себе позволить купить только два раза, в первом полугодии. И то навес. Просто мешок деталей. А что, так можно было? Да, для меня это действительно было открытием, что оказывается это можно купить навес. Из этого, кстати, я смог сделать самоделок больше, чем в обычное время, но что-то как-то не задалось их поснимать. А вот после декабря появилось то, из-за чего мне уже было не до конструктора. Но об этом позже, в новостях, к которым мы, собственно, и переходим. Итак, новости. Чего же случилось у меня интересного за этот год? Ну, скажем так, ничего хорошего. А точнее, совсем ничего хорошего. В ноябре заболел воспалением легких. На зимних каникулах в цитопорядке сделали МРТ и поставили бронхиальную астму с легочными фистулами. Это там внизу расширяю, не такие, в которых мокрота скапливается. В общем, по словам моего пульмонолога, мне армия теперь и близко не грозит. У моего ноутбука в декабре отошла однопланка оперативной памяти. Все анализаторы системы пишут, что у меня 16 гигабайт, 2 по 8. Но открываешь здесь вечер задач, а там как с бубном не пляши. Пишется, что при нагрузке оперативной памяти на 7,5 гигабайт она занята 90-95 процентов. Что? Нагрузить удавалось After Effects, но в настройках написано, разрешено занимать 12 гигабайт. Он занимает 7,5 и при этом страшно лагает. И так на всех прогах, которые хотят занять более 7,5 гигабайт. Но на After Effects это выглядит нагляднее всего, да и проще всего добиться. В общем, она стоит, ее видно, но она не работает. Эти планки оперативной памяти были из одного комплекта. Однако, на этом еще не все. Дело в том, что у меня отвалилась видеокарта. Беда не переходит одна. Чтобы ее запустить, изначально требовалось плясать с бубном по полчаса и это работало только до первой перезагрузки. Видеокарта, встроена в процессор, считает системой главной. И система на ней работает, и собственно на нее и дает все нагрузки. Отключить ее просто невозможно. Но вот вырубается. Приходится влезать в BIOS и включать ее оттуда. Система считает, что у меня нет видеокарты. И эта проблема не в драйвере. Я пробовал различные его версии. Сейчас у меня стоит рекомендованная. Но результатов никаких нет. Никакой разницы в этих результатах. И это просто жесть. Может быть это мне необычный такой производственный брак попался. Или это нормально для Lenovo Legion Y520. Но в итоге я сам намучился и ноутбук замучил. Что в итоге видеокарта пропала с диспеттера устройств. И ее там нету. Словно и вовсе никакой не стоит. Опять же это не драйвер. Тогда было бы написано неизвестный видеоконтроллер. Но ее там нет. Ни в каком виде. Я не знаю насколько на самом деле все плохо. Может у меня вообще материнская плата превращается в труху. Но как понимаю могу остаться без ноутбука просто со дня на день. И все это заставило скрупулезно копить каждую копеечку на новый компьютер. К этому моменту у меня уже есть 25 тысяч. И методом вода камень точат мне удалось уговорить родителей. Удалось уговорить родителей. Они обещали мне компьютер в мае. На конец первого курса. Ну точнее не компьютер, а деньги на его компоненты. Не буду же я покупать готовую конфигурацию. Я что самоубийца что ли? У меня была отличная конфигурация. Но компьютер мне светил только в конце мая. А в середине марта сами знаете что случилось. Сейчас вроде как цена на нефть немного поднялась. Обещанного дефолта под 150, под 200 рублей вроде как не светит. У меня на это если честно очень оптимистичные взгляды. Я очень надеюсь что это сейчас все дело образумится и доллар пойдет хотя бы до 70, до 70. Точнее не хотел сказать до 70 за рубль. Наоборот 70 рублей за доллар. Но как говорится каждому каждому лучшее верится. Но не у каждого есть противогаз. Да колледж предоставляет и свои компьютеры. У них стоят замечательные маки. Просто божественные полумиллионные маки с двухсот восьмидесятыми двухтысячи восьмидесятыми видеокартами с серверными и с сниженными сионами. 64 гигабайтами оперативной памяти и как же они фризят. Это просто нечто. Так фризят фотошоп это шедевр. Я не знаю откуда администрация колледжа откопала такую прелесть. Я этим маком место ну просто в олимпе. Закупили они от какого-нибудь dns или топ компьютер какие-нибудь коробочки с девятым райзеном и по той же с той же двухтысяч восьмидесятой видеокарты только уже тяй. И теми же 4 мегабит прошу прощения мне почему-то очень тяжело дается эта озвучка да и в принципе озвучка и какие-либо разговоры за кадр мне почему-то даются очень тяжело. Я никак не могу это победить. Как я не стараюсь работать с дикцией, у меня все равно получается вот такие вот шучат шуа-куа-куа и тому подобное. Так ладно начну с того места где я остановился и все теми же 64 гигабайтами оперативной памяти и все было бы в шоколаде и производительнее и дешевле. А mac os к вашему сведению можно не на мак поставить? Да, так можно. А про то, что за цену этих маков можно собрать комп на в 2950 трэд риппере, правда на винде. Я вообще молчу. О том, что это такая за бог машина знает только элита. Более того, для настолько оптового заказа, да еще и от государственного учреждения эти магазины наверняка сделают скидку. Естественно, наверное, все-таки есть какие-то ограничения на такие вот государственные предприятия. Я полагаю, что я могу назвать этот колледж предприятием, но я не думаю, что все настройка строго, что покупаете только маки, только маки, сука! Ну вот, в общем, как-то так. Хотя, знаете, в нашей стране все возможно. Естественно, после этого скачка я полез в самой дебри. Даже интересовался выбором БУ-комплектующих. Правда, быстро передумал связываться с этим делом. Да и родители как-то были не в восторге, когда я сказал, что корпус моего компьютера будет старше меня, а клавиатура старше моего деда. В итоге я просто составил огромный список компонентов. Он будет закреплен в комментарии. Если есть что-то поправить, отвечайте на этот комментарий. Он такой огромный, потому что я рассматривал разные компоненты на случай совершенно разных вариантов о том, сколько у меня денег окажется на руках. От той конфигурации, которую мне бы хотелось собрать больше всего, от той конфигурации, на которой я больше всего сэкономил. То есть минимальная стоимость при максимальной производительности, максимально возможной, потому что там плата может не потянуть часть мощностей как процессора, так и видеокарты. Ну, потом это обсудим. С первого взгляда вам могут показаться эти конфигурации странными. Но помните, это компьютер для монтажа с отделом под апгрейд, как я уже рассказывал, под апгрейд с минимальными затратами. Так что не удивляйтесь, почему там в минимальных конфигурациях стоит одна планка оперативной памяти, что является просто лютым безумием, что в принципе не таким безумием, потому что я планирую доставлять, а не менять. Я не претендую на то, что эти конфигурации топ за свои деньги в последней станции, и если это окажется так, я очень сильно расстроюсь, вот серьезно. Я расстроюсь, если мои конфиги окажутся идеальными. Цены на компоненты подписаны, они актуальны на 3 апреля 2020 года. Возможно, я их обновил, тогда об этом напишу, потому что озвучка этого видео и монтаж, потому что я его сначала озвучивал, а потом делал для него некоторые видеокусочки. Возможно, на этот момент я и обновлю цены, сделаю их более актуальными, и если это будет, то я обязательно напишу в комментарии, на какую дату актуальны эти цены. Если кто-то хочет, если кто-то может, поддержите меня, пожалуйста, донатом. Реквизиты в описании. Реквизиты будут теперь под всеми видео, которые когда-либо вышли на моем канале и когда-либо выйдет. Я буду очень рад, причем в любой сумме. Как говорится на Руси, копейка рубль бережет. И по новостям вроде пока все. Что с планами на будущее? Планы есть. За время моего отсутствия я приобрел всего три набора. Все эти три набора летом. И смог купить два раза конструктор на вес. А что, так можно было? А, да точно, я это уже говорил. Так, ладно. Я пробовал спидбилд. Получилось около пяти часов. Да, я пробовал спидбилд и раньше в видео инструкциях, но я тогда не знал, что это такое и чем я занимаюсь. А сейчас уже попробовал это именно осознанно. Все смонтировал, только вот не задача. Дело в том, что, судя по всему, эти видео придется рендерить несколько суток. Да, именно такое примерное время Adobe Premiere мне показывал летом. Тогда еще не догадался, что это было началом конца. И сейчас сто процентов это примерное время меньше не станет, только больше. Сами знаете почему. Я пробую отрендерить, попробую отрендерить, но не гарантирую, что получится. Если не выйдет, тогда отрендерю без спидбилда. Только пакетики, а потом сразу собранные. Я сначала хотел сильно прибедниться и сказать, что мол, ой, за это время я сделал всего одну самоделку. Но потом, когда я начал вытаскивать из шкафов и склепов, все, что не светилось на канале, все, что я сделал за последнее время из вот как раз этих наборов, которые я покупал по вес, я понял, что я сделал их очень много, намного выше обычной годовой нормы. И откуда у меня взяло столько времени, когда я их всех сделал, я совершенно не помню. Вот абсолютно не помню. Вот честно, месяц назад я готов был поспорить на все, что угодно, что на моем канале есть обзор на полярного выживальщика, на автобусы с китайцами и на тополь М. Но этих обзоров мне казалось, что меня сейчас очень сильно удивило. Так что моя лего армия будет. Будет, как всегда, в августе. Будет и слайдшоу мини-фигурок, и слайдшоу техники. Правда, эту рубрику я решил модернизировать и показать только новобранцев. Позапрошлом году и так это на 40 минут вышло. Ну, собственно, на обзоры материал лезть, но не буду вас сильно обнадеживать, ибо есть один прикол. Дело в том, что дистанционное обучение в моем колледже переходит на новую фазу, на полноценные дистанционные лекции. И бог знает, как это будет выглядеть. Кто-то из учителей говорит, что это будет по часик в день, и то не каждый день. Кто-то, что это прям как полноценное обучение по 7-8 часов в день. Последнее, кстати, у меня ноутбук точно не выдержит. И включится в последний раз максимум на третью неделю. Вот точно пригодится экстренная конфигурация. Контента было бы больше, но и, возможно, не было бы этого такого жуткого долгого перерыва на год. Но иная тематика, встречается аудитория моего канала, крайне негативна. По крайней мере, год назад так было однозначно. Печальный опыт с прохождением игр у меня уже есть. Ааа, как же уже болит челюсть. Я подумываю над созданием второго канала, на который смогу выпускать видео на какую угодно тематику, о чем угодно, какие угодно видео, смысл. Мне и один канал вести не удается, а два небось и подавно не выйдет. А так, пока на этом все. До хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok